И сегодня у нас в гостях профессор Московской Духовной Академии, протодиакон Андрей Кураев. Добрый вечер, отец Андрей. Добрый вечер. Тема нашей сегодняшней программы «Церковь и политика. Церковь, религия и отношения в обществе». Тема, которая никогда не теряла своей актуальности, ну, минимум, наверное, последние две тысячи лет, а последний год просто не сходит с первых полос ведущих федеральных СМИ. Но сначала мне бы хотелось, так сказать, прояснить общую диспозицию нашей беседы, если позволите, отец Андрей. При подготовке к нашей передаче я внимательно изучил ваше последнее интервью. Например, интервью журналистом «Коммерсант», интервью Ксении Собчак. И возник один вопрос, собственно, тот, который мы с вами обсуждали непосредственно перед программой. Разные ваши интервью, разные гипотезы. С одной стороны, ток-шоу один из лучших форматов для проповеди. С другой стороны, тратится много времени, да и денег за это не платят, как вы указали, Собчак. Так, какова ваша позиция? Нет ли в ней некоего внутреннего противоречия, отец Андрей? Сейчас я не помню, чтобы в этих беседах я говорил о ток-шоу, именно, и в них давненько не принимал участие. Ну, ток-шоу интервью? Нет, интервью — это другое дело. Окей. Так что я открыт к общению с журналистами, вот, но, действительно, есть некая странность в том, что меня на это, это не есть некое поручение, это не есть церковное послушание, да, это не есть моя работа, ни на какой из медийных студий, нигде у вас не лежит моя трудовая книжка, и никто из вас ни копейки мне за это не платит. Нет. Более того, парадокс стоит в том, что, в отличие, может быть, от всех остальных людей, я ни копейки, даже косвенным путем не получаю никакого приработка от того, что вот выступаю в масс-медиа, да. То есть, если бы у меня было что продавать, я тогда мельканье в прессе, это как-то полезно, а так нет, я, в общем, пенсионер, я просто дома сижу, в то время, когда меня не выдергивают на лекции или вот на эти беседы. Ну, отче, может быть, с другой стороны, это своего рода подвижничество, а требует денег за подвижничество? Нет, ну, какое подвижничество? Нет, ну, если это действительно, то есть, это своего рода форма проповеди, даже то же самое интервью. Да, так мы договоримся до медийного монашества. И отшельничества, медийное отшельничество хорошее, наверное. Я понял, хорошо, тогда, наверное, от греха подальше перейдем к основной теме нашей беседы, тем более тема, в общем-то, на самом деле, достаточно серьезная. За последний год обстановка вокруг Русской Православной Церкви, в частности, вокруг ее руководства, ощутимо обострилась. Вот сразу вопрос, ну, то есть, мне кажется, это как бы бесспорно, и воспринимать это не как некую данность, если вам угодно оспорить, то, опять-таки, сколько угодно, но, мне кажется, это так и вопрос. Это связано с какими-то объективными причинами или причины этого кризиса, в отношениях, если угодно, кризиса в обстановке, носят, скорее, субъективный характер? Я думаю, есть все. Но для начала хотел бы заметить простую банальность. Православной Церкви много-много веков. Это означает, что это такой достаточно традиционный организм с определенной огромной инерцией хода, инерцией своей истории. Это означает дальше, что за 200 лет нашей истории у нас уже было все. И есть все. И хорошее, и плохое. Поэтому сказать, что где-то в прошлом году мы вдруг что-то такое невиданное пережили или неслыханное ранее сделали, не получается. Поэтому, да, я не снимаю с церковных людей вину за обострение полемичности вокруг Церкви, но только этим это объяснять нельзя. Понятно, спасибо. Ну вот в этой ситуации, вот тот момент, о котором хочется поговорить, взаимоотношения Церкви и власти, Церкви и государства. Такие отношения имеют ряд объяснений, несколько теорий, которые предлагаются, несколько моделей. И наиболее известных, наверное, наиболее крайние, особенно если говорить о религии христианской, это две. С одной стороны, сказано было спасителем Кесарю Кесарева, то есть речь идет о жесткой автономии. С другой стороны, византийская модель, православная симфония, единство. И предполагается ее ревнителями, что раз уж мы Третий Рим, то мы, в общем-то, прямые наследники Византии. Да и при царях-батюшках определенная симфония наблюдалась. Вот какая позиция ближе лично вам, симфония или автономность? Но все-таки не будем забывать, как настойчивый апостол Павел уже апеллировал к суду Кесаря, к суду римского императора, чтобы спастись от тех или иных энтузиастов-погромщиков в тех провинциях, где он бывал. Так что это очень важно все-таки понять, при всей неотмирности происхождения христианства, из-за мирности, сверхкосмичности его сатерологических целей, при этом в христианстве нет гнушения государственно-общественной жизни. И ответ Христа, отдайте Кесарю и Кесареву, это вообще-то вопрос, ответ, который в реальной политической обстановке Палестины тех лет, он вызывал возмущение зилотов, ревнителей, которые вообще считали, что оккупантам налоги платить нельзя. Речь же об этом идет, как сотрудничество с оккупационным режимом. То есть, наше любимое слово оккупационный режим фигурирует тогда, причем в самом прямом смысле. Да, совершенно прямой, да. Римские легионы, иноверные, иноплеменные стояли на святой земле. И монета сейчас с чеканкой Цезаря. Совершенно верно. Как, собственно, тема для обсуждения. Отче, если позволите, вернемся к теме именно библейских времен. Задам неожиданно, может быть, провокационный вопрос. Я тут беседовал с одним священнослужителем так называемых православных церквей, истинно православных церквей. И он мне выдал любопытный тезис. Говорит, спроси у отца Андрея, что он думает по этому поводу. Вот первый человек, который в христианстве занимался политикой, а именно признавал Спасителя нашего царем земным, был Иуда. Вот не говорит ли это что-то о том, что если первый политик в христианстве это Иуда, то, может быть, имеет смысл держаться от политики просто максимально далее? Нет, это очень традиционная интерпретация. Все 12 апостолов были такие же, как Иуда, в этом отношении. И даже когда Христос уже воскрес, то все равно апостолы спорят между собой, кто из них будет первый сидеть, когда он объявит свое царство. До Пятидесятницы такие настроения были и в первоапостольской общине. А Пятидесятница уже их преобразила, конечно. — Понятно. Возвращаясь в наши времена, вопрос следующий. Вот если проводить уже параллели с временами царизма, то, ну, во-первых, еще сколько-то лет назад был упразднен институт патриаршества, который возобновился только непосредственно перед революциями 1917 года. Вот. Но еще была такая институция, как Священный Синод. Вот вопрос. А если подобные институции будут пытаться вводить в наше время нынешние власти, это нечто ни в какие ворота не лезущее или об этом следует размышлять, как вы считаете? — Институт патриаршества не есть институт, неотмыслимый от православия. Он исторически возник, у него есть свои плюсы, есть минусы. Это показала, кстати, советская история тоже. — Нет, но... — Когда оказалось, что одного человека, бывает, контролируют даже легче договариваться с одним, чем с корпорацией, группой людей. — Но все-таки был период на протяжении более чем двухсот лет, когда церковь русская православность возглавлялась митрополитом московским. — Ну, нет, это не так. Она никак не возглавлялась. — Как правило, митрополит московский даже не был первенствующим членом Святейшего Синода. — Я, кстати, напомню, сам эту ошибку нередко делаю, но Синода-2 был Святейший Синод, а сегодня Священный Синод. — Святейший Синод — это как замена Святейшего Патриарха. — А сейчас Синод при Патриархе. Священный Синод при Святейшем Патриархе, начиная с 1917 года. Их полномочия, конечно, совершенно разные. — Совершенно разные? Нет, ну, кроме всего прочего, если я правильно понимаю, Синод нынешний — это собрание архиереев. А тогда там концепция была несколько другая, поправьте меня, если я ошибаюсь. — Там могли быть отдельные священники участвовать в некоторые периоды в Жарботе Синода. — Хорошо. Но вот, скажем так, вот, допустим, вот такая известная медийная фигура, как господин Сурков, который сейчас является вице-премьером, в качестве одного из функционалов, который на него был возложен сравнительно недавно, где-то весной, это именно тема, связанная с работой с религиозными организациями. Вот о чем это может говорить, учитывая бэкграунд господина Суркова? — Ну, мне об этом никто из тех, кто его назначал на это должностное поручение, ничего мне об этом не рассказывал. — Нет, это совершенно официальная информация. — Нет, не поясняли, как именно и с какими целями, какие религиозные общины он будет контролировать. Вот, но в любом случае понятно, что если упоминают власть, придержащую нас в России сегодня, вместе слова религии и политики, как правило, речь идет о проблемах исламизма. — То есть православная церковь именно не натирает? — Со всеми поправками на то, что определенная напряженность в общественных отношениях, которая, очевидно, будоражит, скажем так, нашей власти, во многом связана... — Это не более, чем медийный десерт. Так, на закуску, между делом, перед яйцем. Серьезных проблем, ну, я говорю, серьезно, православная церковь власти не натирает, в отличие от роста исламизма. — Я понял. Хорошо, ладно. Но мы сейчас поговорим на обе этих темы, причем действительно начнем с темы исламизма, если угодно. Но дело в том, что сейчас, с вашего разрешения, мы все-таки сделаем небольшой перерыв, и я хочу сказать о том, что после перерыва, я надеюсь, что у нас будут гости по телефону. Раз. Два. Мы призываем вас звонить нам в студию по телефону 8-495-6-5-10-99-6. И, соответственно, хотелось бы услышать ваши звонки. Я на всякий случай все-таки начну беседу, просто чтобы обменяться парой фразой. То есть, правильно ли я понимаю, отец Андрей, что, на ваш взгляд, вот все события последнего года, это, в общем, такая, ну, просто небольшая суета, муть, которая поднялась со дна, и не более того. Это не так, но просто поймите, мы же в мире такой, знаете, ну, прямой перспективы. То, что рядом с нами, кажется, нам великим и эпохальным. Пройдет несколько лет, и о многом-многом забудется. Да, осадочек останется, я понимаю. Понятно. Хорошо, ладно. Значит, еще раз повторюсь, что эта программа искусства, возможно, с вами... Но, уверяю вас, никогда история религии или история церкви России не будет делиться на историю до пусек и после них. Хотелось бы в это верить. Итак, еще раз, с вами программа искусства, возможно. Я, ведущий Сергей Ильин, у нас в гостях протодиакон Андрей Кураев. И прямо сейчас мы уходим на паузу, вернемся через минуту. Я напомню, что это программа искусства, возможно. С вами я, ведущий Сергей Ильин, у нас в гостях протодиакон, отец Андрей Кураев. Мы обсуждаем тему религии и политика. Мы обсуждали непосредственно перед перерывом тему насчет того, что проблема в общественных отношениях, это не только и не столько, по мнению отца Андрея, проблема с хулителями, гонителями православия, сколько, наверное, проблема может быть между христианским населением, атеистическим населением и мусульманским населением. Могли бы вы разъяснить свою позицию? Я такого не говорил. Тогда уточните, что нужно. Просто говорил, что, во-первых, не стоит преувеличивать масштаб нынешней дискуссии между частью медиа или частью общественной лиц. Нет, но вы произнесли слово исламизм. Я говорю, это о том, что у власти эта проблема есть. Почему тут церковь? Нет, но мы... Дело в том, что мы же рассматривали религии в целом, и мы не делаем, так сказать, четкий акцент исключительно на христианстве. Вы представите... Поэтому я говорю, что когда власть сегодня озабочена тем, что есть кризисные моменты, кризисные, серьезные и болезненные процессы в религиозной жизни России, это всегда имеется в виду нарастание исламизма, но не то, что происходит внутри русской православной церкви. Но дело в том, что есть вещи, которые происходят внутри русской православной церкви, и есть вещи происходят... И от этого властям больно? Ну-ка, расскажите мне, что... Судя по их действиям, нет. Но вы понимаете, в чем дело? Тут же вещи нужно воспринимать, в нашем случае, еще и комплексно. То есть, вот смотрите, допустим, некий раскол произошел в обществе, ну, начиная с декабря 2011 года. Он усилился в январе и вроде как продолжает усиливаться. И вы думаете, власти это беспокоят? Их радует это? Потому что получается, что энергия рассержена гражданам, вместо граждан, вместо Кремля адресуется на храм что-то спаситель. Это следующий вопрос, который я, на самом деле, хотел задать. Потому что вот есть несколько конспирологических теорий, связанных с той самой историей Пуси, которая нам всем так не нравится. То есть, при этом, ну, помимо теории бабы-дуры решили повыпендриваться, это понятно. Есть конспирологическая теория, что это накат ЦРУ одновременно, условного ЦРУ и Вашингтонского госдепа, одновременно и на руководство страны, и на руководство церкви. А есть альтернатива, не менее конспирологическая теория о том, что это накат условного ФСБ на патриархию, дабы слишком много о себе не думали. Вот какие из этих конспирологических теорий вам ближе, какие дальше, и как, на ваш взгляд, оно на самом деле-то происходит? Никакие из озвученных мне никак не близкие. Так, а тогда хорошо. Я понимаю, что эта тема у вас совершенно уже навезла в зубах, но, на ваш взгляд, вообще, как все это трактовать? И, вернее, скажем так, как трактовать тот огромный общественный резонанс, который произошел? Я, конечно, понимаю, что молоточком нужно тюкнуть в нужное время и в нужном месте, но, слушайте, тема действительно, вроде как, казалось бы, не стоит выеденного яйца, но при этом она действительно получила какой-то совершенно фантастический резонанс. Я не спрашиваю, кому это нужно, я не спрашиваю, кто за это платил, но как оно так получилось? Так не должно было получиться. Это действительно совершенно локальная тема, которую вы должны были на следующий день забыть. так ли но моя мечта и было моим предположениями таковые были это я помню то есть нужно блины нужно загасить этот костер то есть понятно что это именно была такая взрывоопасный гранат то есть надежды на долгие медийное эхо и резко и поэтому для того чтобы не быть дрессированные хомячками на поводу авторов этой акции надо соответственно реагировать не симметрично то не раздражаясь мне просто дело в том что показалось вот сейчас у нас в эфире через какое-то время появится поэтому вот емилин что-то некоторые расколы по отношению к рпц начался задолго до всех этих скандалов то есть это еще не было обозначено вслух но было ощущение что еще в декабре 2011 года в январе вот грубо говоря человека с белой ленточкой человека без белой ленточки в числе прочего можно было определить по отношению даже не просто к религии а по отношению к русской православной церкви не сложилось у вас так вообще нет это не было так и скажем в январе в рождественском интервью ну который обычно рождество и на пасху патриарх дает радио телеканал россия киселев обычно это делает то в той январской рождественской беседе с киселевым патриарх сказал что наши люди если там и там несомненно есть и там и там но и там как раз в том интервью примечательные памятные интервью патриарха был именно тем что там не было политических бонусов никому выдано а был очень спокойно констатация того что люди которые считают себя православными там и там и поэтому мы никого не можем как-то от себя по этому поводу отделять против поставлять я понял ладно сейчас у нас в студии поэта всеволод емелин по телефону алло всеволод вы меня слышите а сразу сергей да я вас слышу на всеволод приветствую поэт всеволод емелин у нас в эфире силу вот мы сейчас с отцом андреем обсуждаем взаимоотношения церкви политики церкви общества сейчас дошли до темы раскола общества и политической составляющей последних лет условно говоря белая лента против церкви причем к моему сожалению я не только выслушиваю точку зрения моего уважаемого гостя но еще и как бы ему несколько противоречит что несколько противоречит со своей стороны формату передачи бог бы с ним поэтому я что хочу спросить вот вы у нас во-первых ваша точка зрения появился можно ли говорить о том что среди людей на болоте конечно были и сторонники русской православной церкви и ее гонители но пропорция в пользу гонителей было больше чем во всем остальном обществе так это или нет на ваш взгляд ну это тут я боюсь сказать безусловно были идти и другие люди но пропорцию я как скажем так берем тех кто вне болота и тех кто на болоте вот можно ли говорить о том что за пределами болота гонители церкви ну я бы знаете что сказал вот вы я слушал вашу передачу вы привели три конспирологические версии я сразу скажу что они конспирологические мне они кстати тоже не нравятся так панк молебна я бы я скорее сторонник четвертой версии панк молебна что это было организовано кремлем для того чтобы показать населению страны что вот посмотрите пожалуйста кто такие люди сбалотные они хотят чтобы в церкви плясали какие-то неожиданные девицы на фоне алтаря плясали канкан и пели матерные частушки и средств массовой информации это было явно что вот пожалуйста вот эти люди они хотят чтобы так было они хотят что что в каждых церквях это происходило и вот граждане стороны посмотрите кто выходит на болотную безусловно что выходящий на болотную далеко не все я думаю в подавляющем большинстве не все так думали это мнение навязано но впечатление осталось такое поэтому я сторонник четвертой конспирологической версии понятно спасибо и еще один вопрос я бы сказал части личного характера вот вы поэт с выраженным упором в своем творчестве на общественно-политическую тематику при этом во многом оппозиционер при этом вы как бы известны как православный человек работаете в православном храме вот каково сейчас православному то есть мы априори исходим из того что они есть и в данном случае с одним из них я просто беседую по телефону если я правильно понимаю да как быть православным который и православный и православный при власти это не вызывает когнитивный дистанции это нормально вернее не психологически ну а почему нет нормально ли для наших условий я бы как бы сказал есть понимаете такое понятие практикующий православный и не практикующий я не знаю к сожалению не к сожалению но так по моей жизни сложилось что последние несколько лет я не церковный человек но я абсолютно уверен что многие православные люди вполне могут жестко панирует власть это их не делает менее профлавными как впрочем это и то что многие православные могут поддерживать власть это их тоже не делает менее православными тут я как раз вполне вполне согласно среди между церковной жизнью и политической. Оно не всегда есть, но в данном случае оно и есть. А вас не смущает, грубо говоря, этот вопрос, который я сейчас в дальнейшем задам отцу Андрею, что да, там есть люди церковные на болоте, но там слишком много, может, непосредственно во время народных выступлений, помимо них, очень много выступлений откровенно антицерковного характера? Есть, да. Были выступления антицерковного характера, но еще раз говорю, что тут на провокацию повелись все, в том числе и люди, которые выходили на болото, которые церковными людьми не были, и которые легко повелись на то, что вот у нас церковь, ну, сами понимаете, отделение кровавой губни, вот Христос там не ночевал, и это все говорилось с трибуны, например, я слышал речь какой-то девушки на Сахарова летом, ну, что можно сказать? Это не отпугивает православных людей, которые находятся на грубо говоря, на Болотной площади, которые общаются с теми же гонителями и хулителями, допустим, в Фейсбуке, там же в журнале, в социальных соц. Ну, понимаете, на площади находятся многие, от ультралевых до ультраправых, то есть безусловно далеко не все речи там всем нравятся, там выступает с одной стороны Тор, с другой стороны, я не знаю, Шандерович, и понятное дело, что у каждого своя группа поддержки, у каждого своя клака, и очень многие друг с другом совершенно не хотят иметь ничего, могут не хотеть иметь ничего общего. Но это в данном случае нормально для того, движение болотного, как оно сложилось, скажем так. Ага. Тогда следующий вопрос. А вот можно ли говорить о том, что вот та самая четвертая конспирологическая теория, она отчасти таким образом и работает? Что, может быть, кого-то удалось выдавить с болота, и из православных людей кого-то не удалось? Ну, в общем, да, но эта теория, но это, если эта теория верна, то она была направлена не на людей, собирающихся на болоте, а на огромное большинство жителей страны, которые черпают информацию. А, то есть это просто совершенно другая. Чтобы показать, что все, собирающиеся на болоте, они вот хотят, чтобы акции, подобные акции Пуссерайк продолжали, что это нормально, что это должно быть во всех храмах, и что это, в общем, нормальный код. То есть, да простит меня, отец Протодиакон, грубо говоря, рабочий Уралвагонзавода и Русская Православная Церковь были помещены в одну тележку, я правильно понимаю вашу точку зрения? Ну, в общем, да. Ну, и что такое рабочий Уралвагонзавода? В общем, население, то население страны, огромная его часть, которая черпает информацию из телевидения, да. То есть, говоря максимально брутально. Чтобы они помнили, нет, не русская православная церковь, а чтобы люди считали, что люди с болота, они реально против, ради, за канкан на фоне иконостасов, за пение церкви матерных частушек. То есть, выступают против православных ценностей, иными словами. Выступают против православной церкви. То есть, не получается ли у нас, вот эта известная дилемма, о которой говорили обе стороны, то есть, про айфон и шансон, что айфон — это люди на болоте, а шансон — это, условно говоря, православные ценности. Я в данном случае говорю, что, извините, наша власть хотела бы создать такое впечатление у людей. И сколь удачно, на ваш взгляд? Ну, по-моему, да, на мой взгляд, достаточно удачно. Успешно. Насчет удачно я, пожалуй, покричился. Я понял. Большое спасибо. У нас в эфире был поэт Всеволод Емелин. Спасибо, Всеволод. Отец Андрей, вот есть еще и такая точка зрения. Я понимаю, что это взгляд не со стороны церкви, а, в общем-то, снаружи, но, мне кажется, это взгляд на проблему, которая касается обеих сторон. Вот смотрите, было произнесено два довольно важных тезиса. Во-первых, та самая четвертая конспирологическая версия, как я назвал Емелин, то есть не Кремль против РПЦ, не ЦРУ против всех, а Кремль против болота, и церковь в этом случае выступляет в качестве пассивного объекта для пиара. Вот на ваш взгляд, эта теория конспирологической может соответствовать истине, или она вам нравится ничуть не больше, чем все предыдущие, которые я озвучил? Если подходить по-линински и ставить вопрос, кому это выгодно, то тогда, произошедшее тогда в конце февраля, оно вполне очевидно укладывает следующую схему. То есть за неделю до выборов, насколько 21-го, кажется, февраля была эта выходка, выборы, когда он с 5-го, кажется, или 7-го марта были. То есть за буквально две недели до выборов вдруг в главном храме страны происходит акция, которая, как сообщает медиа, направлена против кандидата номер пять и против патриарха в главной святой страны. И тогда так называемое православное болото, болото не в смысле политического, а в смысле индиверентности. Я понимаю, понимаю. Агрессивно послушное большинство. Нет, 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 ну просто индиверентные люди, которые не политики. Они, может быть, даже вообще не пошли бы на выборы никак. Вот. То эти люди ставятся перед такой картинкой. Смотрите, вот только, значит, вот если атакуют одновременно кандидата номер пять и патриарха, то, значит, только их союз и может гарантировать вам защиту вашей веры и ваших святынь. Поэтому ваше электоральное поведение должно быть совершенно определённым. То есть, грубо говоря, речь может идти от букв... Ну, если не употреблять слово Кремль, которое в данном случае может быть не совсем корректно, действительно некая пропагандистская атака направлена на раскол общества, где церковь просто используют в качестве... Ну, говорят, совсем уж грубо пытались использовать в качестве разменной монеты и не сказать, что совсем уже безуспешно, да? Я хочу сказать, что такого рода гипотезы не выглядит безумной. В отличие от перечисленных мной выше. Вот. Но тогда возникает довольно неприятная, на мой взгляд, ситуация. В чём-то неприятная. Вот то, о чём я говорил. Помните, ну, не важно, кто начал эту войну раскола общества. То есть, там, как дама, говорящая про Анчоус, это теория айфона и шансона, которая появилась, по-моему, ещё задолго до декабрьских событий. Но смотрите, что получается. С одной стороны, вот, ну, не мне вам, я думаю, рассказывать о той картинке, которую рисуют некоторые либеральные СМИ. С одной стороны, мы имеем поколение айфона, то есть, это молодые, образованные, как бы, молодые, успешные, образованные люди, да? Которые имеют активную гражданскую позицию. А с другой стороны, мы имеем поколение шансона, которое менее симпатично, у них нет тех светлых лиц. Вот. И в любом случае, они, ещё раз, менее образованы, менее успешны. Их олицетворяет ужасный Уралвагонзавод. И с точки зрения московских снобов, это что-то чудовищное. И вот именно к этой второй группе, вроде как, и относятся, помимо, в качестве атрибутов, помимо шансона, такая вещь, как консервативные ценности, в том числе православные ценности. Вот, удалось ли провести такую ассоциацию, и главное, так ли это? Я думаю, что главная проблема, всё-таки, в самой этой оппозиции, то, что они не смогли, не захотели предъявить новые лица и новые идеи, ну, простите, они сами обосрались. Чего на Путина и на Кремль бочку катить? Это правда. Это правда. Вы хотите за Касьянова, за Мишу, чтобы голосовали все? Но это было глупо. Если вы ранее не думали, не подращивали, не взращивали новых ораторов, новых политиков, новые идеи, то чего удивляетесь того, что народ-то о вас не голосовал. Нельзя же только на протесте всё что-то встроить. Я понимаю. Нет, но тут дело вот в чём. Нужно понимать, что, если я правильно понимаю, вы сейчас говорили, условно говоря, о лидерах протеста, да? Да. Но там же есть и массы, они, может быть, не безумно большие, но они удивительно шумные, они создают огромный фон и в средствах массовой информации, и особенно в социальных медиа. Вот, то есть, принято говорить про нашевских ботов, так называемых, так вот, по моим наблюдениям, по моим наблюдениям, да думаю, что и по вашим тоже, особо оголтелые белолеточники, условно говоря, ну, в общем, ничуть не менее шумные, ничуть не менее противные, если угодно. И их действительно реально достаточно много. Поэтому я ещё раз пользуюсь случаем, чтобы проклялировать свою принципиальную беспартийность. Да, я вас никаким образом не призываю к партийности, я как бы, что называется, не в интересах истины, но в интересах правды пытаюсь понять, что происходит. То есть, про айфон и шансон мы примерно разобрались, всё-таки, то есть, некоторые идентификации всё-таки есть, хорошо это или плохо. И тогда ещё один... Да, нисколько не разобрались, на самом деле. Давайте, продолжим. Да нет, я не хочу отражать, просто скажу одну маленькую вещь, что, ну, в моей жизни я бывал в самых разных местностях, самые разные были аудитории, собеседники мои. И я вам скажу, что больше оппозиции, больше ненависти к власти, чем в рабочих коллективах, я нигде не встречал. И это понятно. Те же богохульцы, но гораздо больше. Причём даже в коллективах «Газпрома» прикормленных. Хм, так военные, знаете ли, тоже прикормленные, но, насколько мне известно, вот по итогам избирательных кампаний, собственно, как ни странно, параллельные процессы, во многом, вот тут, я думаю, вы со мной согласитесь, доверие к обществу, то есть доверие общества к власти и отношение к церкви. Они же, в общем-то, зачастую коррелируют. И вот, например, вот я на прошлых выборах немножко поработал в Петербургской области, и там опросы показали, что среди военных, которых безумно повысили зарплату среди силовиков, там среднего и нижнего офицерского звена, которым очень сильно подняли зарплату, антипутинские настроения были куда как сильнее, чем в среднем по региону. Есть такой феномен, как вы считаете? Со мной согласны или нет? Ну, я таких замеров не проводил. Понял, хорошо, ладно, тогда зайдём с другой стороны. Вот, и теперь уже всё-таки пойдём по позиции церкви, а то, если я правильно понимаю, та позиция, с которой я пытаюсь освещать события, вам просто не очень нравится. Это точно, мне просто скучно это. Понимаю. Хорошо, ладно, теперь давайте зайдём с вашей стороны. Дело в том, что, очевидно, единства по неканоническим вопросам, наверное, нету и среди иерархов и иерии в самом РПЦ. Вы со мной согласны? Единство в чём? По неканоническим вопросам, по вопросам, связанным с общественной жизнью и оценкой различного рода явления общественной жизни. Вот я думаю, в этом вы, наверное, со мной всё-таки согласитесь. Я думаю, что это естественно. Вот, естественно. Хорошо. Вот, если позволите. Вот вас принято считать едва ли не главным, неофициальным спикером православной церкви в России, но просто по количеству, грубо говоря, появления её в средствах массовой информации, это, наверное, справедливо. Вы действительно блестящий оратор. Вот. Но при этом вас принято считать, если позволите, ну, если поизвестны дихотомии голуби-ястребы, скорее голуби. То есть, бывают случаи, когда вы становитесь крайне непреклонны, но в целом ряде случаев ваша позиция не выступает самой непримиримой. Разумеется, не те в случае, когда речь от канонических нарушений, где вы не можете не занимать жёсткую позицию. Вот. И вот, соответственно, вот есть такая позиция и по отношению к нынешним, условно говоря, общественно-раскольным делам. Есть ваши позиции, которые известны, которые вы сегодня озвучили, которые вам не сильно интересны. Но есть, собственно говоря, и другие позиции, то есть позиции ястребов, которые или от лица, или якобы от лица патриархии, или несомненно от лица озвучивают такие люди, как, допустим, ну, от очевидных фриков, типа, нелюбящего вас господина Кирилла Фролова, до вполне официозного отца Дмитрия Смирнова, и даже еще более официозного, и, насколько я понимаю, по должности вполне официального спикера отца Всеволода Чаплина. Соответственно, у меня возникает вопрос. Как вы относитесь к позиции ястребов по общественно-политическим вопросам, не имеющего канонического характера? Ну, отец Дмитрий Смирнов никакой не ястреб. Он просто человек. Он время от времени просто очень жёстко высказывается. Достаточно часто. Надо, поэтому не врывать его фразы или реплики из контекста, немножко его самого знать. Отец Дмитрий Смирнов толстый человек. И, следовательно, добрый вы хотите сказать? Конечно, конечно. Поэтому, какой же он ястреб? Ястребы не могут быть такого объема. Но насколько... Это человек, который преисполнен иронии и самоиронии. А, то есть это тоже некоторый постмодерн, как, если позволите, в вашем случае? Во многом, да. Ага. То есть я про себя не говорю, но в случае с отцом Дмитрием, да? То есть правильно ли я понимаю, что, невзирая на его свирепую должность по общению с силовыми органами в структуре патриархата, его нужно понимать всё-таки не в лоб, а как-то по-другому? Надеюсь, если бы вы знали, сколько у него накоплено отчаяния и разочарования от этого опыта взаимодействия. Понимаю, понимаю. Ну, собственно говоря, это частный случай. То есть возьмём ещё один частный случай. Ситуация отца Всеволода Чаплина. То есть нужно ли понимать, что тут некий постмодерн, трэш и так далее, или вот тут уже ситуация какая-то другая? Потому что у меня возникло ощущение, честно говоря, что он тоже человек достаточно самоироничный. Или вот тут я ошибаюсь? Или это не совсем та тема, которую вы бы хотели обсуждать? Ну, несомненно, и ирония, и самая ирония у отца Всеволода тоже есть, это точно. Более того, да, совершенно точно так же для меня очевидно, что ряд тезисов, которые он озвучивает, это не есть исповедание его личных убеждений, а это есть некая такая провокативная игра. Но провокативная игра всё-таки от себя лично, а не от имени даже Ниссана, а от должности условия. Должность его предполагает, что от себя он вообще говоря и слова не может сказать. Ага. Ага. То есть это именно такая, если позволите, пропагандистская штучка, если вас не смущает это слово. Смущает, конечно. Ну, хорошо, элемент пропаганды. Ну, сам отец всего согласится, да. Он считает, что пропаганда не противопоказана церкви. Моя позиция по этому вопросу строгая. Я понял, хорошо. Ну, а в принципе, вы считаете, что отца Дмитрия, что отца Всеволода называть ястребами просто некорректно? Я правильно понимаю? И если да, то есть ли те ястребы, которые просто не имеют такого доступа к средствам массовой информации? Ну, есть, конечно. Нет, у них есть свои средства массовой информации. Просто даже не хочется называть, чтобы... Нет, я не требую фамилии явок и параллель, разумеется. Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что ястребы в церкви, несомненно, есть, в том числе и ястребы по вопросам взаимоотношения церкви и общества, но это отнюдь не те, о ком мы говорим, а те, о которых вам говорить бы не хотелось, да? Ну, да. Хорошо, ладно. Значит... Поэтому, скажем так, я знаю больше неприятных вещей о жизни церкви. Несомненно. И по этой причине те, кого считают главными владеями в моем восприятии, на моей шкале... Я не говорил злодеи, прошу прощения. Все-таки ястреб и злодеи — это разные вещи. Человек крайне консервативных убеждений, может быть, при этом скорее ангелом во плоти, чем злодеем. Вы с этим не согласны? Ну, мы же сами говорим, на языке политологии, поэтому... Ну, да, конечно. Вот, да, если, позвольте, мы еще вернемся к теме ястребов. У нас, возможно, будет небезызвестный депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга господин Милонов, но это будет после перерыва. А пока я хотел бы задать следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот еще одна любопытная фигура, очень странная есть. То есть, скажем так, помимо высшего клира и наиболее известных священнослужителей, один из которых, отец Протедиакон сейчас сидит передо мной, и еще двоих мы обсудили, обычно священники довольно редко попадают в центр всеобщего внимания, как правило, вследствие каких-то неожиданных скандалов. Причем скандалы самого разного характера. Я не беру примеров автомобильных аварий и так далее, но тут есть человек, который стоит совершенно особняком, потому что вокруг него есть некая непонятная аура, при том, что говорить о каких-то скандалах, тем более с его стороны, совершенно невозможно. Я говорю о Архимандрите Тихоне, Шевкунове. Ну, мы не будем обсуждать риторический вопрос, является ли он духовником Путина или не является. Я думаю, что вам этот вопрос обсуждать неинтересно, если я правильно понимаю. Насколько я помню, вам этот вопрос задавали, вы уходили от ответа. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Я не присутствовал при исповеди. Понимаю, естественно. Просто надо еще иметь в виду, что очень часто малоцерковные люди, они такие слова, как духовник, используют, что называется, панаитию. Несколько раз, скажем, Юрий Шевчук меня называл самим духовником. Но вы же диакон и, соответственно, не священный. Вы понимаете, что я не могу принимать исповеди. То есть, если ты о чем-то беседуешь с человеком, даже если с ним советуешься, священником, это означает, что он твой духовник. Даже если ты в разном порядке несколько раз был на исповеди у этого священника, это еще не означает, что он твой духовник. Поэтому, возможно, такие, я обучен, что какие-то беседы, в том числе о душе у отца Тихона с Путиным были. И, может быть, продолжаются. И, опять же, я не исключаю, что в понимании самого президента, он считает, он эти беседы там ценит, и поэтому кому-то своему окружению мог сказать, вот, у меня есть духовный наставник, а дальше уже это все пошло в снежный ком, сплетни и дошло до места. Ну, естественно, с той стороны, а не с этой. Вот, слушайте, а вот как же все-таки объяснить вот эту диковатую историю вот с книгой Архимандрита Тихона «Не святые святые» и другие рассказы. Ну, вы, естественно, помните эту историю с премией «Национальный бестселлер», когда в дико скандальной ситуации многие предполагали, что он должен получить премию и, собственно, уже и предполагалось по проектам тиражей, продаж и так далее. И с одной стороны, в результате, насколько я понял, Зальна второе место, причем первое место заняла какая-то совершенно неочевидная книга, а что более существенно, в социальных медиа, да и в прессе пошел вал хвалы честности и непредвзятости членов жюри, которые, невзирая на чудовищное давление со стороны Кремля, церкви и так далее, этому попу, слава богу, примерно, чуть ли не дословно в такой образе, не дали эту замечательную премию на «Национальный бестселлер». Как вообще все это понимать? Я, честно говоря, эту историю пропустил. Я считаю книгу отца Тихона вполне удачной и интересной. Она удачная, если уж на то пошла, ее даже невоцерковленному человеку вполне интересно читать. Совершенно ясно. Она может быть слишком умильной для современного циничного россиянина, но, собственно говоря, и все. Умильность, на мой взгляд, не является страшной. Я не говорю уже о том, что это просто открытие настоящей Атлантиды. Ну как? Ну какие-то... Ну как, ну... Еще Лисков в свое время писал некоторым образом. Причем, речь идет об Атлантиде, это какая-то грань церковной жизни, неизвестна даже многим церковным людям. Потому что у нас действительно очень велика дистанция между каноническими образами святых и нашей повседневной жизнью. И то, что вот нету каких-то промежуточных вот этих звеньев, приводит иногда к тому, что у человека начинается кризис его веры. Руки опускаются. Поэтому и название, и стилистика, и избранные интонации в книге отца Тихона, они, я думаю, очень важны. Просто же психотерапевтически важны для нашей церкви. Психотерапевтически, несомненно, эта книга имеет терапевтически. Нет, ну отец же... Отец Архимандрит же профессиональный проповедник, то есть ее проповеди там, я уже не знаю, по три файлах в промышленных количествах находятся в сети, у меня даже в мобильном телефоне есть парочка, если угодно. Вот, то есть, ну неудивительно, что в письменном виде это тоже звучит достаточно удачно, эффектно и затрагивает должное струны. Пусть даже, если речь идет формально о светской литературе. Это же все-таки светская литература, наверное, да? Вряд ли это можно считать богословием. И то, и другое. А, то есть все-таки богословский элемент есть. То есть, грубо говоря, я понимаю, что, коль скоро я вам только сейчас рассказываю эту историю, вряд ли нужны какие-то подробности. Тогда я просто поясню нашим слушателям еще раз, что по всем прогнозам и с точки зрения объективных показателей, и премия имеет некоторые объективные показатели, и там не было сильных конкурентов, на гран-при нацбестселлера книга Архимандрида Тихона Шевкунова шла достаточно уверенно. Но зарубили, дабы продемонстрировать, собственно, конформизм господа члены жюри. Потому что, ладно бы, грубо говоря, если бы была какая-то достойная конкуренция, но сейчас можно достаточно уверенно говорить, что достойной конкуренции не было. Это к вопросу о том, я в очередной раз пытаюсь это подтвердить, как моему расстройству отец Андрей немножко выходит от этой тематики, что есть, есть некоторые раскольные настроения, причем среди тех самых раскольников не так уж мало людей, вернее, как, эта группа людей достаточно малочисленно, но они во многом являются лицами, которые определяют ситуацию в нашем обществе. Властители дум, если угодно, писатель, медийные деятели и так далее. Сейчас у нас будет рекламная пауза. Я напомню, что в программе «Искусство возможного» мы беседуем с нашим гостем, протодиаконом Андреем Кураевым. Вернемся после паузы. Так, мы продолжаем. Я напомню, что это «Искусство возможного». Я и ведущий Сергей Ильин. Сегодня у нас в гостях профессор Московской духовной академии протодиакона Андрей Кураев. Вы можете звонить нам по телефону 8495-1065-1099-6. Мы обсуждали тему ястребов и голубей, если можно так выразиться. И, конечно же, это относится не только к церковным деятелям, но и к деятелям политическим, раз мы обсуждаем взаимоотношения церкви и политики. И вот сейчас, прямо сейчас, у нас человек, который имеет самое прямое отношение к тому, что принято называть ястребами. Сейчас у нас на связи из Санкт-Петербурга депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Валентинович Милонов, автор целого ряда получивших крайне однозначную оценку в обществе законопроектов. Виталий Валентинович, вы меня слышите? Да, слышу, пытаюсь понять. Виталий Валентинович, я приветствую вас. Ситуация следующая. Мы с отцом Андреем Кураевым обсуждаем сейчас взаимоотношения между церковью и политикой, церковью и властью, церковью и обществом. Смотрите, вот вас часто ругают всякими плохими словами, например, мракобесом. Вы же, насколько я могу судить, в своих законодательных и законотворческих, и даже судебных инициативах утверждаете, что боретесь за отстаивание традиционных ценностей, в том числе и ценностей православных. У меня такой вопрос. Как, на ваш взгляд, в светском государстве, где церковь законодательная по конституции отделена от государства, должен ли представитель власти, может ли и должен ли отстаивать православные ценности, и не получается ли тут некоторого конфликта интересов? Ну, депутат, который... Здравствуйте, во-первых, отец Андрей, очень рад вас слышать. Я могу сказать, что депутат, который избран от завод, ну, преснопамятного там, Уральского, да, естественно, что он будет больше, будучи работом Уральского завода, будучи депутатом, он потом будет лоббировать интересы завода. Я ни в коем случае не лоббирую интересы церкви, но я, когда избирался, я никому не врал. Я не говорил, что я буду заниматься гербарием. Я говорю, что я православный человек. И у меня есть свой круг ценностный, свое мировоззрение. И я, в общем-то, поэтому и продолжаю не врать своим избирателям. Если они голосовали за меня, зная, что они могут увидеть меня либо в приемной, в депутатской, либо, извините меня, в стихорез, в церкви, то я таким и остаюсь. И я не считаю, что я должен страдать шизофренией, заходя в Мариинский дворец, в заказательное собрание, я должен оставлять, там, снимать себе адрес и прекращать быть православным человеком. Потом выходные не становятся православными. Нет, я считаю, что как раз это как раз и является полезным таким симбиозом, полезным сотрудничеством. Ведь я же никого не проживаю, никаких детей, никаких взрослых. Я, как депутат, никого не тащу в церковь. Я всего лишь говорю о том, что наше общество построено на ценностях, которые, мягко говоря, общие ценности бога-культурного человека и эти ценности также приемлемы и для православных людей. И, кстати, для многих традиционных религий тоже. А вас не смущает, что, скажем так, многие из тех, кого сейчас принято называть властителями дум, на это возразят? Кто знает депутата Милонова и кто знает певицу Мадонну? Вот, то есть, имеется в виду в России, к вопросу о том, какие ценности больше распространены. Я никоим образом не утверждаю, как вы понимаете, но вот смотрите, вот известность в России певицы Мадонны, ее популярность, там, покупка дисков и так далее, с одной стороны. И с другой стороны, вы и православные ценности. Вот вопрос большинства-меньшинства. Что бы вы могли сказать по этому поводу? А я вот под таким углом вопроса бы не ставил. Я всего лишь, что касается Луизы Вероники Чеконе, там, с какой-то кличкой, то... Это отец Андрей кличку придумал, я знаю. А, или нет. Понятно. Продолжайте, пожалуйста. Извините, Виталий Валентинович. Я всего лишь возразил тогда, что, наверное, нехорошо, когда несовершеннолетние граждане нашей страны, а точнее дети, видят все то, что она демонстрирует. И у себя на родине, как правило, она прекрасно понимает, что обращаться к детям с призывом, там, вступать в какие-то сексуальные организации, там, собранные по какому-то принципу, наверное, нехорошо. И, мало того, она это, скорее всего, никогда не будет делать у себя на родине. Ну, в Киеве, как стране, которую они считают, ну, видимо, племенем каких-то непросвещенных бедуинов, вот, к нам можно приезжать и учить нас жизни. Но, понимаете, в чем дело? Не Луиза Вероника Чеконе принесла к нам, а Россия принесла в страну диких ховбоев культуру. Понимаете, вот в чем проблема. Понял. Большое спасибо. Вот мы услышали точку зрения Виталия Милона, депутата законодательного собрания. Большое ему спасибо. И у нас сейчас на линии слушатели Дмитрий с вопросом. Дмитрий, вы слышите меня? Добрый день. Да, да, добрый вечер. Возможно, вопрос будет в продолжении, вот, ну, скажем так, кризисов депутата Милона. Пожалуйста. И большое спасибо, во-первых, радиостанции. Всем добрый вечер. Потому что вот такая возможность предоставляется. Спросите в прямом эфире у Андрея Кураева, человек, которого я очень уважаю. Вопрос очень сложный, и я бы хотел получить у него такой честный ответ. Вот как вы относитесь к мнению нашего патриарха о том, что славяне – это люди второго сорта, это полузвери. И если вы относитесь положительно, то кто тогда в таком случае люди первого сорта? Перед нами типичная информационная грязная утка, созданная русскими фашистами, скинхедами и так далее, язычниками. Патриарх говорил о подвиге Кирилла и Мефодия. О том, что эти люди, будучи греками по рождению, людьми греческой культуры, они, конечно, усвоили те штампы, которые были в греческом сознании многие-многие века. Для греков даже гомеровской поры все, кто не эллины, не говорит на эллинском языке, это все варвары, барбар, непонятно, что там говорят. Такие зверочеловеки, зверолюди какие-то. И вот такого рода снисходительно презрительное отношение греческой культуры к окружающим, оно существовало многие столетия. И надо сказать, что даже принятие христианства не смогло окончательно отбить такого рода вкус эллинского превосходства. Отчасти его потом римляне, заимствовала в гораздо меньшей степени, поэтому не смогли построить мощную империю. Так вот, патриарх Кирилл говорил о том, что несмотря на то, что у греков той поры были крайне такие презрительные отношения к славянам, а напомню, что славяне эпохи Кирилла и Мефодия это оккупанты для греков. Славяне вторглись на Балканы, вырезали местное население и так далее. Более того, к IX веку в Греции, горной Греции, не в бережье, а в горах, греки стали этническим меньшинством в своей собственной стране. И вот в этих условиях отложить все эти былые и относительно недавние кровавые споры и претензии и пойти к славянам со словом мира и любви, выучить их язык и помочь росту их славянской культуры, это действительно было подвигом жертв. Так что и не надо, пожалуйста, этот штамп греческого сознания приписывать А и самим Кириллу и Мефодию, и Б, тем более не стоит приписывать это патриарху Кириллу или русской православной церкви. — Так, у нас поступил еще один звонок. Наша слушательница Лариса, если я правильно понимаю, на линии. Лариса, вы меня слушаете? — Здравствуйте, здравствуйте. — Да, слушаем вас, Лариса. Какой у вас вопрос к нашему гостю? — Я тоже очень рада слушаться Андрея в эфире и хотела сказать, что хотелось бы его слышать больше, может быть, до ведущего, потому что он очень много молчит и очень много говорит тебе «извините за ремарку». А и второе, собственно, основное, с чем хотела вам позвонить, это интересует мнение отца Андрея относительно способов изменения социальной реальности, социальной действительности в нашей стране сейчас. Потому что вопрос, как сопротивляться, стоит ли сопротивляться, если что-то не нравится в жизни, ну, не в жизни, а во власти, скажем так, с тем, что происходит в политике, в обществе, как он относится к массовым протестам, как он относится к публике Болотной и Сахарова, считает ли он этот способ правильным. Я даже не говорю от точки зрения православной церкви, мне интересно его мнение относительно. — Спасибо, Лариса. Отче, ну, прошу проявить. Отец Андрей, как вы считаете, вы уже ответили на этот вопрос в нашей предыдущей беседе, или вы хотите что-то еще сказать по этому поводу? — Я должен предъявить, что я скажу банальности. — Окей. — А банальность такова, да, это штамп, он навяз в зубах и так далее. Но я думаю, что Россия губит безнравственность. А безнравственность — понятие беспартийное. И когда человек, получив возможность, отступает от буквы закона или от общегосударственных интересов ради семиминутной своей корысти и выгоды, вот это уничтожает страну. И мы с вами видели, что представители самых разных партий идеологии, получая такую возможность, ну, дальше по Жбанецкому, да, кто что охраняет, тот и имеет. — Спасибо. Отче, если позволите, я вас перебью. Последний, наверное, звонок. Слушатель Романа у нас в студии. Ох, кажется, я его сбросил. Продолжайте, пожалуйста, я вас прервал. — Соответственно, я по-прежнему убежден, что если и есть у нас еще возможность и время для какого-то выхода, то действия эти должны претензиваться не где-то там на площадях или у выборных урн, а все-таки в личной жизни людей, в их личной решимости и в воспитании, ну, хотя бы детей, взрослых уже трудно предвоспитывать. Но опять, ну, все эти банальности, их Солженицын сказал, жить не по лжи и так далее. Ну, вот с этого началось. — Понятно. Окей, и тогда вот на нас все-таки дозвонил слушатель Роман. Роман, мы его слушаем внимательнейшим образом. У вас мало времени, спрашивайте. — Добрый вечер. — Добрый вечер. — Вопрос к Ураеву. Как вы считаете, критики православия, вообще к православию, ближе социалистическая модель общества или тот протестантский капитализм, который навязывается нам сейчас? Спасибо. — Спасибо. — Прошу очень. — Как-то это кислое связывается с тяжелым. — Это немножко разные параметры. — И то, не то, и то. — Лично мне, ну, она говорит, моя личная позиция, да, она не есть богословская. Лично мне вот многие годы нравятся замечательные фразы Петра Яковлевича Адаева. Социализм победит не потому, что он прав, а потому что неправы его противники. — Понятно. Если позволите, тогда уже в порядке блиц у нас осталось менее двух с половиной минут. Последний вопрос, который получил от слушателя Сергея. Вот проблемы с ИНН и ныне, в особенности с социальными картами, настоятели ряда московских храмов усматривают в картах медицинского страхования, пенсионного страхования, универсальные карты москвича, происки лукавые и не благословляют на их получение. Что возникает, что вызывает некоторые проблемы у тех, кто не получает благословение. Родственникам это крайне не нравится. Как быть родственником в такой ситуации? — Ну, во-первых, Сит, но пока мы тут еще спорим между коммунистами, антикоммунистами, рыночниками или кем-то социалистами, идет совершенно другая формация, и которая будет не до этих наших споров. Вот это вот глобальное некое новое общество. И как у нашей социологии ни внутри советской, ни антисоветской, не нашлось, а в общем до сих пор нету терминологии инструментария для описания феномена советского общества, как оно реально было устроено, работало и так далее. Морский инструментарий для этого не годился, хотя был официальным и так далее. Вот нечто подобное и здесь. Теперь насчет, да, ну и, соответственно, это вот новый грядущий строй, да, он в частности проявляет себя через эти электронные документы. Это такое средство контроля над жизнью каждого человека, которое не снилось никаким тиранам прошлых столетий, в том числе и 20-го. Поэтому проблема есть, это проблема социально-политическая, но не надо думать, что у этой проблемы есть вот такое прямое духовное приложение. Если за мною следят, грешит тот, кто следит, но не тот, за кем следят. Нет, ну тут проблема не в том, что я боюсь, я не получу социальную карту, проблема в том, что батюшка не благословил. Ну вот, значит, этот батюшка плохо, в том числе, богословски образован. То есть, правильно ли я понимаю, что в данном случае батюшка оказывается не на той стороне, за кем смотрит, а как ни странно, практически на той стороне, кто смотрит? То есть, вина скорее на нем, чем на того, за кем, возможно, смотрит. Этот батюшка виноват в грехе богословского невежества И суеверия. Я понял. Ну что ж, огромное спасибо нашему дорогому гостю, отцу Андрею Кураеву, портодиакону, профессору Московской Духовной Академии. Я напомню, что сегодня мы обсуждали проблемы взаимодействия церкви и общества, церкви и власти. Сколь успешно было обсуждение, трудно судить. Судя по количеству звонков в студию, можно предположить, что тема вызывает и некоторый интерес. И на этом мы сегодня заканчиваем программу «Искусство возможного». Я напомню, что с вами был Сергей Ильин. До встречи через неделю.